МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. Сегодня в программе. Почему Центральный парк культуры и отдыха Караганды опустел, а предприниматели написали письмо президенту? Вы узнаете через несколько секунд. Мы для них все делаем, хотя народ, государство ничего не делает. Они все воруют только. Пришла весна, а с ней и аллергия. Как бороться с этой проблемой, расскажут наши корреспонденты. На рассвете в 5 часов утра необычный десант высадился на железнодорожном вокзале Караганды. Центральный парк культуры и отдыха на грани закрытия. Нас оттуда выгоняют. С такой жалобой к нам обратились предприниматели, которые работали в парке не один год. Они написали жалобы в прокуратуру, Акимат и даже самому президенту. Подробности в сюжете о Имамриной. Сейчас парк пуст, кафе, аттракционы и тиры закрыты. По предписанию Акимата их количество сократится с 200 до 60. А предпринимателям придется пройти конкурс, чтобы отстоять свои места. Предприниматели не согласны с таким решением Акимата. По их словам, раньше им без труда удавалось заключить договоры с коммунальным предприятием управления парками, культурой, отдыха и скверами. Однако в этом году их сезонный бизнес по продаже мороженого, сладкой ваты, а также кафе и некоторые аттракционы на грани банкротства. Ведь на дворе уже почти май, а они до сих пор не могут приступить к работе. С первого по девятого мы можем чуть-чуть заработать, а остальное все лето будет дождь. Может, град будет, может, я заработаю, а может, я вообще не заработаю. В прошлом году с первого по девятого был дождь, мы почти ничего не заработали. А в этом году, получается, мы вообще на нуле будем сидеть. Еще одна бизнес-леди Марина Джамгельдинова рассказала свою историю. Год назад она взяла кредит на 7 миллионов тенге и расширила свой бизнес в парке, отстроив кафе. Женщина рассказала, что постоянно следует предписаниям Акимата. Она следит за чистотой, кормит на праздники сирот и всячески способствует порядку. А теперь на грани разорения, потому что место, где расположено кафе, выставлено на конкурс. Мы для них все делаем, хотя народ, государство, им ничего не делает они. Они все воруют только. И таких, как она, немало. Сегодня бизнесмены из парка собрались в Евразийской ассоциации предпринимателей. Каждый высказывался о наболевшем. Они все говорят, я сейчас тебя подъеду, сейчас приведу свою дачку и тебя на место поставлю. Меня, который платит налоги. И все. Вот этот бардак, который в том году устроил, Акимат самый устроен. На защиту прав предпринимателей встал общественник Жомарт Алдангаров. Он взялся представлять их интересы в переговорах с Акиматом, однако порадовать бизнесменов пока нечем. Мы были в прокуратуре области. И Акимата просили, пожалуйста, если там с документами, ГАСКО, там, ну и, скажем, документы еще не совсем готовы, ну, дайте возможность предпринимателям доработать до сентября 2016 года. А там потом с сентября до весны, значит, потихонечку документы привезут в порядок. И потом уже, значит, вот этот год надо пережить, 16-17 год. И об этом и президент говорит. А в Акимате нам официальный комментарий дать отказались, пояснив лишь, что устраивая конкурс, они хотят навести порядок в парке. В управлении парками нам ответили по телефону, что начальства на месте нет. Сегодня вторник, да? Да. Вот он сам сказал, как всю неделю, можете в четверг позвонить. Опять сюда же я соединю. Ну, сейчас он в офисе, можно хотя бы подъехать с ним лично, перебудить? Он сейчас в Акимате. Он с утра в Акимате был. Он сейчас опять в Акимате. Судьба предпринимателей висит в воздухе. Пока чиновники размышляют, работники торговли кричат об убытках. Их письма в прокуратуру и аппарат президента пока не дали результата. А жители города, очевидно, этим летом не смогут полакомиться любимым мороженым. Аймамрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Появились новые подробности о парне, который держал в страхе жителей 45-го квартала, грозясь спрыгнуть с балкона четвертого этажа и порезаться. По информации ДВД области, парни подозревают в совершении серии квартирных краж в Ухажераусском районе и грабежа в Алматинской области. На его след полицейские вышли, задержав подельников, которые тут же сдали своего компаньона. В розыск Даурена объявили полицейские Алматы по категории нелегал. Также установлено, что парень уроженец города Кукшетау. Когда оперативники постучались в его дверь и сказали, что из полиции им никто не открыл. За закрытой дверью была слышна какая-то возня. Оперативники поняли, что подозреваемый может попытаться скрыться и разделились. Один караулил около окна. Даурен залез на крышу и побежал в противоположную сторону дома. Квартира, на чьем балконе он остановился и повис, пострадала. Парень разбил стекла балконной рамы. Однако пока в полицию никто не обращался. Вместе с подозреваемым в квартире проживали еще трое. Их личности и причастность к преступлениям устанавливаются. Подозреваемого забрали в Тельманский отдел полиции. Сейчас он дает показания. Очевидцы событий предполагают, что парень не собирался прыгать. Он просто играл на публику. В случае, если его вина в совершении ряда квартирных кражей и грабежа будет доказана, ему грозит солидный срок. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Hercules. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Возмущение карагандинцев плохой дорогой на привокзальной площади дошло до чиновников. Около 1800 квадратных метров взялась привести в порядок фирма «Адал Инжиниринг». Сегодня наши корреспонденты решили ознакомиться с ходом работ лично. Подробности у Аймамрины. Смотреть без слез на дорожное полотно у привокзальной площади невозможно. Яма на яме, колдобины не оставляют автолюбителям шансов не повредить ходовку. Ремонт здесь уже начали. Правда, пока только ямочный. Директор подрядной фирмы «Адал Инжиниринг» Адиль Бактыбаев рассказал, что уже не первый год на этом рынке. Ранее он занимался ремонтом дорог Астаны. Подрядчик обещает, хоть гарантии на текущий ремонт не предусмотрено, качество работы будет отличным. Закончить ремонт планируют в конце недели. У него работают 30 человек и 6 единиц техники. Нет, стандарты, конечно, укладываемся. На качество дорог никак не повлияет, лишь бы просто не подвела, ну, как говорится, погодные условия не подвели нас. Сроки у нас не сжаты. Видите, у нас помимо привокзальной площади еще множество участков дорог по городу Караганды. Также «Адал Инжиниринг» планируют отремонтировать улицы Гоголя, Алиханова, Лободы, Охотская, Степная, Жанебекова, Татимбета и проспект Строителей. Текущий ремонт дорожного полотна у привокзальной площади осложняется большим и постоянным потоком машин. Подрядчик называет труд дорожников очень кропотливым, ведь они вынуждены зависеть от погодных условий. Ни для кого не секрет, что в Карагандинской области погода в день может меняться несколько раз. Но, тем не менее, за ремонтом дорог будут следить. В первую очередь контроль будут вести сотрудники городского Акимата. По их словам, всего на ремонт дорожного полотна выделено около 160 миллионов тенге. Будет отремонтировано порядка 60 тысяч квадратных метров, 119 улиц в Казбекбийском районе и 32 в Октябрьском. Также чиновники обнадежили информацией, что срок гарантии продлен с двух до трех лет. Со стороны Акимата будет вестись жесткий контроль, потому что это бюджетные средства. Здесь нужен контроль полный. То есть мы будем смотреть за производством работ, за технологией работ. Кроме того, будет технадзор. Помимо Акимата будет независимая компания, которая будет вести технологический надзор. Водители же ремонту дорог, видимо, не рады. Хоть привокзальную площадь и не закрыли, здесь огромные пробки. Всех автолюбителей утешает надежда, что улучшится дорога. Хотелось бы, чтобы дороги были в идеале. Налоги платим, как бы за эти деньги, как бы хотели видеть что-то, результат какой-то. Чтоб ночью делали, а то сейчас постоянно пробки из-за этого здесь. Особенно в час пик здесь, здесь вообще не проехать. Как везде, конечно, как. Живем надеждой только. Дай бог, чтоб они быстрее это сделали. Будем надеяться на лучшее, конечно. Лучше, конечно, будем. Все водители, всем привет. Ямочный ремонт, по прогнозам чиновников, закончится в начале июля. Такие же сроки ставят для среднего ремонта. А вот гарантийный ремонт дорожного полотна потребует больше времени. Приблизительно до начала учебного года. Ведь улица Ленина, попадающая под эту категорию, ремонтировалась капитально в 2006 году. На нее выделили 1 миллион 200 тысяч тенге. На эту сумму также будет заменено освещение, проложен тротуар, пешеходные дорожки, новая брусчатка, возведены бордюры. А Эмамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Карагандинцы оказали теплый прием друзьям из теплых краев. В гости в Карагандинскую область приехала целая делегация южноказахстанских артистов. Все подробности в следующем сюжете. 270 культурных деятелей пожаловало в Караганду из Южно-Казахстанской области. Такой массовый приезд артистов приурочен к 25-летию независимости Республики Казахстан. Гостей в Караганде встретили с большим почетом и уважением. Не обошлось без традиционного шашу и национальной казахской кухни. В Караганду пожаловали творческие люди из областной филармонии имени Шамши Колдаякова, Казахстанского академического драматического театра имени Жумата Шанина, Шемкентского цирка и передвижного музея. Резко континентальных климатических условий южане не боялись. Говорят, ради любимого дела можно и куртки на время надеть. Веселье артистов не закончилось с выходом из вагонов. Где они и пели, и танцевали. Ведь на вокзале их ожидал приятный сюрприз. Большое спасибо Караганде, который встречает нас от души Южно-Казахстанской области. Поздравляем всех с 25-летием независимости Республики Казахстан. Выступать в Караганде гости будут всего 4 дня, а потом вернуться обратно на родину. Поэтому заинтересованным карагандинцам лучше поторопиться, чтобы успеть приобрести билет на выступления южно-казахстанских артистов. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. Немного отдохнув с дороги, гости из Южного Казахстана провели пресс-конференцию. В театре имени Сакена Сифулина гости нашей области подробнее рассказали журналистам о целях своего визита и о том, какую программу смогут увидеть карагандинцы. В фойе театра развернула свою экспозицию объемная передвижная выставка. Она состоит из уникальных экспонатов Южно-Казахстанского краеведческого музея. Выставка состоит из тематических разделов. Там можно увидеть уникальные природные объекты западного Тяньшаня, особенности национального заповедника Аксу-Жабаглы. Можно познать всю историю края, увидеть макеты курганов, крепостей и памятников. Много материала о развитии Южно-Казахстанской области в период независимости Республики Казахстан. Среди экспонатов в глаза бросался меч последнего хана Кенесары и посуды, из которой ел сам Кожимукан Мунаидбасов. Особое место занимают архивные документы и фотографии известного политического и общественного деятеля Турара Раскулова, сделавшего неизмеримо много для процветания страны. На проведении Дней Южно-Казахстанской области, Карагандинской области, участвует 270 человек. Это 59 человек из цирка, 58 человек представляют Академический театр Юрия Шамина, завтра они представят спектакль, на пресс-конференцию собрали журналистов всех СМИ города. Столь массовый и необычный десант заинтересовал всех. Приехали из Южно-Казахстанской области областная филармония имени Шамш-Кал-Даяхана, Казахский академический драматический театр имени Ужма-Ташанина и вон, что цирк в Чемкенте, как вы знаете, четвертый цирк в Казахстане. Цирковые ваши артисты приехали тоже. Будет радовать ваших зрителей, особенно детей, конечно. Мероприятия проводятся по плану Министерства культуры Республики Казахстан и будут длиться на протяжении текущего года. Асель Сазамбаева и Сламбекоспан Александр Терекидзе, первый карагандинский. Пока карагандинцев развлекают гости с юга страны, наш корреспондент Лариса Хусаинова выясняла, как помочь аллергикам. Пришла весна, все вокруг зеленеет, уже начинается цветение. С этой прекрасной порой у многих начинается сезон аллергии. Она может иметь достаточно серьезные последствия. Врачи первой городской поликлиники рассказали, как бороться с этим недугом. Камила Кожахметова страдает аллергией круглый год. В каждом сезоне у нее различные виды этой болезни. Первые признаки аллергии начались еще в 2006 году, но диагноз поставили только в 2008. Ей всего 15 лет, но она хорошо знает разные медицинские термины, виды лечения и помнит наизусть все необходимые препараты. А их больше десятка. Я хожу к аллергологу, чтобы она помогла мне купировать приступы и прописать новую базисную терапию, если это необходимо. Базисный курс, он включает в себя кортикостероиды, мантеллокасты, оккупаторы болезни, то есть, например, мантигет, осьминол, серетит, полизин, леворезины. Их между собой меняют, чтобы лечение было качественным. У 15-летней Камилы аллергия на различные медикаменты, пыль, полынь и цветы. Каждый сезон проявляются новые симптомы. Врач-аллерголог Наталья Терентьева рассказала, что нужно делать, если у людей появились первые признаки аллергии. Нельзя заниматься самолечением. Необходимо пройти аллергодиагностику, выявить, на какие травы у больного аллергия и провести специфическую иммунотерапию. Во время полиноза мы принимаем препараты для того, чтобы прекрасно себя чувствовать. Естественно, нужно обязательно принимать ежедневно душ, менять одежду, на окна вешать мокрую марлю, чтобы задерживать пыльцу, чтобы она как можно меньше попадала в дом, где вы живете. Так, дальше, если у кого полиноз, желательно не выезжать в степь. А вообще, самый лучший вариант во время полинации виновного аллергена – просто уезжать в другие климатические условия. С аллергией шутки плохи. Она может иметь достаточно серьезные последствия, вызывая как легкие проявления конъюнктивита или ринита, так и развитие сезонной пыльцевой бронхиальной астмы. Если аллергический процесс пустить на самотек, оставить его без контроля, а многие пациенты обычно так и делают, может возникнуть уже более серьезная болезнь – бронхиальная астма. По словам врача, по сравнению с прошлым годом, на данный период количество аллергиков увеличилось на 10%. Врачи настаивают. При первых проявлениях аллергии обращаться к специалистам. Лариса Хусейнова, Сламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В продолжении выпуска – сладкая тема. Впервые в Караганде откроется выставка шоколадных изделий знаменитого «Шоколатье» Николая Попова. На сегодняшний день на изделия из шоколада смогли посмотреть уже более 500 тысяч человек из 50 городов мира. Наша съемочная группа побывала на пресс-конференции с «Шоколатье» и даже приняла участие в творческом мастер-классе. Вес этой картины «Беркут» – 3 килограмма, но только нарисована она не обычными красками, а настоящим вкусным шоколадом. Таких экспонатов здесь порядка 300. И самое время познакомиться с человеком, который своими руками воспроизводит такую красоту. Николай Попов – знаменитый мастер-шоколатье. Мужчина уже 20 лет занимается тем, что делает из шоколада различные композиции, скульптуры, инсталляции. В Казахстане Николай Попов работает уже около года. Выставки прошли в Алмате, Шемкенте, Атырау и Астане. На выставке в Караганде будут представлены порядка 300 шоколадных произведений и искусства. Общим весом более 900 килограмм чистого шоколада и марципана. Конечно, работать с шоколадом сложно, признается автор, ведь продукт капризный, зависит от окружающей температуры и многих других факторов. Однако все эти сложности – не помеха для именитого шоколатье. Я нашел с ним общий язык, если это будет правильно сказано. И, наверное, у меня очень хорошо получается быстро делать интересные вещи с шоколадом. Поэтому я им занимаюсь и уже другой. После пресс-конференции Николай Попов провел небольшой, но очень познавательный мастер-класс для воспитанников детского дома Таншалпан. У присутствующих была возможность научиться творить шоколадные чудеса своими руками. Анастасии Салиховой всего 8 лет, но даже для нее сложности в лепке из марципана не возникло. Мастер-шоколатье объяснил все предельно просто и доступно. Мне понравилось сегодняшнее мероприятие. Тут такие творения. Я такие творения никогда не видел из шоколада. И мы сегодня делали такую конструкцию – собачка. Мы там еще розы. Выставка «Музей шоколада Николя» – это авторский проект. Впервые он был представлен в 2008 году в Симферополе. А со временем пришла идея перевозить выставку. В Караганде выставка начнет работать с 23 апреля и продлится до 15 мая. Все желающие смогут полюбоваться шоколадными экспонатами в стенах Карагандинского областного историко-краеведческого музея. Екатерина Афанасьева, Жаксылык, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Пасека Калашникова вновь в Караганде. Уже пятый год каждый сезон пчеловоды балуют жителей нашего города. За это время у них появились свои покупатели. Выставка меда продлится до 5 мая в спортивном комплексе имени Нуркена Абдирова. Консультанты ждут своих постоянных и новых покупателей с 9 до 19 часов. Большой ассортимент всегда заставляет задумываться, какой же все-таки мед взять. С одним можно попить чай, а с другим вылечиться от разных болезней. Например, мед с прополисом действует как противовоспалительный антибиотик. А сын одной из покупательниц использует мед с пустырником как антидепрессант. Ему всего 13 лет, а он уже понял ценность этого продукта. По словам его мамы, веры от любых школьных проблем и обычных простуд, ему помогает этот вид меда. Мы пришли второй раз уже за медом пустырником. Но я знаю, что пустырник он успокаивающий. И мед сам по себе это всегда целебное. Взяли попробовать мы чуть-чуть, да, наверное месяц назад. И у меня ребенок просто от него вот, не знаю, и в школе вот сейчас там у него и проблемы, и все. Он этот раз мед, и просто вот спасение какое-то, и таблетки не надо, да, и лекарства не надо, и полезно. И вот он меня отправил, говорит, кила, я уже думаю, может, два сейчас взять, что-то это, давайте, наверное, второй. Более 40 сортов полезного вкусного продукта собраны в Башкирии, Алтае, Сочи и Абхазии. Помимо меда на сладкой ярмарке можно приобрести мази, спреи, настойки, травяные сборы и конфитюры, сделанные на основе меда. На выставке представлен мед «Белая акация». Это единственный вид, который абсолютно безопасен для больных с диабетом. У нас мед по сниженным ценам, от 1000 тенге. На ярмарке представлено более 40 сортов меда. Ну, и есть такие более лечебные, с натуральными добавками, такие как пчелопродукты. Например, мед с прополисом. Это природный антибиотик, лечит противовоспалительные заболевания, гастрит, язвы желудка, бронхит, ангину. Мед пасеки Калашникова знают по всему Казахстану. В нашем городе люди с нетерпением ждут, когда сладкая ярмарка вновь посетит шахтерскую столицу. У каждого вида свой вкус и свое предназначение. Гулим Жерембекова уже не в первый раз приходит за полезным продуктом. Она покупает не только для себя, но и для родственников. Нравится обслуживание, проконсультируют, покажут, объяснят, попробуют, как говорится, дадут. Ну, в принципе, я довольна. Какой мед вы брали и для чего? Ну, мед я брала много видов разных. От давления хороший мед. Мне понравился. Малиновый просто даже очень вкусный. Их много, всех не перечислишь, так что лучше прийти, наверное, и самим попробовать. Для каждого покупателя найдется свой вид. Пасека Калашникова привезла мед, с которым можно повысить иммунитет и хорошо омолодиться. Сладкий напиток с маточным молочком восстанавливает обменные процессы и улучшает работу сердца. Опытные продавцы-консультанты помогут вам выбрать подходящий вид меда. Напомним, ярмарка продлится до 5 мая в спортивном комплексе имени Нуркена Абдирова. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин